Здравствуйте, уважаемые подписчики! Мыло сейчас в магазинах в достатке, с разными ароматами, с кремом. Но наше доброе старое хозяйственное мыло не забыто, его продолжают выпускать и не случайно. И найдется применение хозяйственному мылу и в саду. Во-первых, это прекрасное дезинфицирующее средство, с которым можно промыть практически любую тару. И перед посевом семян, и перед высадкой растений в контейнеры. Все это нужно промывать, и чтобы не использовать лишний раз никакую химию, пользуемся хозяйственным мылом. Хозяйственное мыло – это натуральный продукт. Это смесь жиров животного и растительного происхождения и соды, вот этого двууглекислого натрия. И благодаря этому хорошо у хозяйственного мыла хорошие и моющие свойства, и дезинфицирующие. Где в саду применить хозяйственное мыло? Во-первых, это очень хорошее средство против тли. Берем 300 грамм хозяйственного мыла, делаем из него стружку. И вот эта мыльная стружка, она очень хорошо растворяется в воде. А растворить эти 300 грамм мыла нужно в 10 литрах воды. И опрыскиваем довольно-таки густо, опрыскиваем те растения, на которых поселились колонии тлей. После опрыскивания где-то дня через три, посмотрите, уцелели или нет. Если какие-то экземпляры уцелели, еще раз опрыснить точно таким же раствором. Ну а потом, где-то через неделю, все хорошенечко промойте водой, или вам в этом поможет дождь. Не выдерживает опрыскиваний хозяйственным мылом и паутинный клещ. Причем паутинный клещ погибает уже через 3-4 дня. То есть можно утром опрыснуть растения хозяйственным мылом, но к вечеру уже все остатки хозяйственного мыла можно смыть. Хозяйственное мыло – это очень хороший фунгицид, и он защищает клубнику от серой гнили. 100 грамм хозяйственного мыла растворяем в 10 литрах воды и прямо из лейки сверху поливаем растения. Хозяйственное мыло – это еще и хороший прилипатель. Для того, чтобы препараты садовой химии дольше держались на растениях, добавляем также раствор хозяйственного мыла. Многие, кто выращивает капусту, страдают от гусениц капустной белянки. И здесь отводить эту бабочку от капусты поможет хозяйственное мыло. Нужно взять либо килограмм свежей собранной аптечной ромашки, если ее нет, то нужно пойти в аптеку, сделать крепкий настой из аптечной ромашки и в него добавить 100 грамм хозяйственного мыла. И полить, как лейкой с душем, утром либо вечером посадки капусты. И гусениц, как и не бывало. И эту процедуру делать раз в неделю, и ни одна гусеница тогда не сядет на вашу капусту и не испортит урожай. Вот такое оно интересное хозяйственное мыло. А используете ли вы хозяйственное мыло у себя в саду? Или вы уже перешли на химические препараты? Попробуйте. А я летом обязательно проведу эксперимент с хозяйственным мылом, потому что его использовать очень интересно. И осенью обменяемся, как у нас получилось, отвадили ли мы тлю, и посмотрим, какие есть результаты. Ну а на сегодня у меня все. Продолжение следует...